всем привет народ сегодня вот проснулся и решил наконец что нужно уже снять видео про желатин который обещал обещали уже очень давно и так у меня это не получалось да и было лень впадло там что говорить я так и не сделал думаю сегодня что уже вот надо еще бы хотелось начать желатин вообще классная вещь не знаю почему многие не так пренебрегает потому что он вообще себе содержит 87 процентов белка и все это коллаген коллаген как известно помогает нашим связкам сустав он их восстанавливает ну и соответственно смазывает ничего не болит ничего не хрустит все как бы идет очень хорошо еще ходит очень много мифов по этому поводу один из них я услышал одного человека которого набухала какая-то там женщина вот и когда я услышал от него те слова и начал как бы так возмущаться инцидурного рожаться его инцидурная такая пелена обиды появилась я так понял что я погорячился потому что мало ли вдруг эта женщина была вот жена или девушка ну я как бы так начал спускать на тормозах помягче помягче в общем нормально все и она ему сказала значит что желатин нельзя принимать потому что он сгущает кровь какой-то идиотизм как желатин может сгущать кровь если он наоборот разжижающие средства для крови он идет как пазмозамещающий то есть это нереально потому что кровь это кислотная среда это жидкость желатин растворим жидкости тем более в кислотной среде он вообще растворяется просто и соответственно разжижает кровь так что никого не верите не слушайте там если есть какие-то сомнения можете зайти в интернет забить статей про желатин почитать про него что он что еще что из себя представляет что это такое и как его принимать и по поводу приема я бы посоветовал также еще не заморачиваться вам там есть допустим схемы всякие там столовую ложку там стакан холодную воду на ночь потом утром там пел в какое-то там время там перед едой после еды не важно поели ложку там я обычно столовую ложку насыпаю не полную половину насыпают значит желатина засыпал рот и запил холодной водой почему холодной водой чтобы в зубах не прилипал потому что он такой очень цепкий если запить его теплую воду или чая соответственно не забывайте кстати чаем или кофе потому что кофе или чай ингубирует все что в них попадает они замедляют усваивание компонентов поэтому запивайте просто обычной холодной водой это там занимает буквально пару секунд и пить его там нужно буквально там по пол ложки раз в день вполне достаточно и желатина вы можете приобрести кстати в любом продуктовом магазине дешевый и есть кстати очень дорогие аналоги желатина препаратов в аптеках которые продают тот же самый желатин все то же самое содержит еще некоторые препараты там допустим добавлять или типа хондроитин и так далее там еще есть состав входит них ипупрофен и стоят они очень дорого порой допустим обычный желатин там стоит 50 центов а эти препараты стоит по 20 баксов разница ощутимая на тем более по 20 баксов 60 капсул ты можешь этого желатина набрать пол килограмма за эту сумму есть его там целый год то есть такое короткое видео получилось я думаю я ответил на этот вопрос эта тема вас заинтересует его проводит желатин ну и соответственно пишите в комментариях свои отзывы пожелания если что есть с вами был Ткаченко Сергей это канал о спорте всем пока